Затронем те моменты, с которыми человек порой сталкивается и поражается им. Однажды одна женщина была явно чем-то опечалена и недовольна. На вопрос, почему она печалится, она ответила, что Всевышний Аллах пообещал мужчинам в раю прекрасных гурий. За какое-то содеянное деяние одна гури, за другое деяние две гури. А вот что ожидает женщина в мире ином, Аллах ничего не сказал. Тогда сестра, которая присутствовала рядом, объяснила ей, что райское блаженство отличается от мирского, и что дела там не связаны с корыстными желаниями и страстями. Там большие, великие обстоятельства и велико довольство Аллаха. Обратите внимание на такой очень деликатный момент. Всевышний Аллах, уважая скромность, стыдливость и чистоту женщины, не стал говорить в Коране ничего, что касается ее страстей. Аллах уточнил все лишь для мужчины. Что касается женщин, то Аллах сохранил их, не упомянув. Ведь передали про госпожу Фатиму в суре «Инсан», про аят, который был миспослом про нашего господина Али, Фатимы и их детей. Это известный аят, там упомянуты все райские дары, кроме гурий. И сказали это, чтобы утешить госпожу Фатиму. В этом мире мы должны прежде всего беспокоиться о том, посчитает ли Аллах нас достойными оказаться в раю. Если мы там окажемся, то все будет хорошо, иншаллах. А женщина будет намного красивее гурий. Также сказано, что Всевышний Аллах выдаст в раю женщин замуж за ее бывшего мужа. А если он окажется не ее уровня, или Аллах не посчитает его достойным оказаться в раю, тогда Всевышний выберет ей лучшего и более праведного человека. Например, молясь за покойного, мы просим, «О Аллах, замени ей мужа на лучшего, семью и дом на лучшее». И таким образом Аллах заменяет. Ученые упомянули разные степени, но человеку прежде всего в этой жизни надлежит искать довольство Аллаха и его милости. Пытаясь же разобраться в том, что скрыто, о чем Аллах не говорит явно, мы рискуем оказаться в сетях обмана и отступления от веры. Будь же ты, наша сестра, довольной и радуйся милостям Аллаха. Скрывая, что будет в раю, Аллах проявил к нам большую милость. В раю будет то, что глаза никогда не видели, уши никогда не слышали. Осознание человеческое такое себе и представить не сможет. Да соберет Аллах меня и вас в раю. Воистину, Он наищедрейший и милостивый.